Рекордные ветры на большей части Западной Европы привели к гибели по меньшей мере 12 человек и ранением еще нескольких человек, когда в четверг по континенту пронесся шторм Чаран. Ураган, вызвав хаос в поездках и обесточив огромное количество людей. Шторм Чаран обрушился на северо-запад Европы с проливным дождем и ветром скоростью до 200 километров в час, повредив дома и вынудив школы закрыться, авиакомпании и железнодорожные компании прекратить работу. Водитель грузовика погиб в результате падения дерева в департаменте N на севере Франции, сообщили власти в четверг, в то время как более 1,2 миллиона человек потеряли электроснабжение, в том числе около половины населения Британии. 70-летний мужчина погиб в после падения с балкона в результате несчастного случая, который полиция описала как связанный с рекордным ветром шторма Чаран, а в Испании женщина погибла, когда на нее упало дерево в центре Мадрида и три человека были ранены. Два человека погибли в центре Гента, Бельгия, в результате удара падающими ветками деревьев. Одной из жертв было 5 лет, а другой – 64-летняя немка, посетившая Бельгию. Третий человек получил серьезные ранения в портовом городе Антвербен, когда высокая стена обрушилась из-за рекордного ветра, сообщили власти. В Нидерландах человек погиб в результате падения дерева в Венрай, в южной провинции Лимбург, сообщают местные СМИ. По меньшей мере еще 10 человек получили ранения в результате разлетающихся по стране обломков. Пожарная служба Германии также сообщила в четверг, что 46-летняя женщина из Баварии, которая была на семейном отдыхе с мужем и двумя детьми, погибла в результате падения дерева во время похода недалеко от Раммельсберга в горах Гарца. Когда огромные волны обрушились на французские порты и береговую линию, 15 человек, в том числе семь пожарных, получили ранения в результате падения деревьев, в основном в Британии, где власти Финистера призвали людей оставаться дома, чтобы избежать ветра со скоростью 207 км в час. Местные власти закрыли парки, леса и набережные, пригородные поезда были отменены, а все дороги в Финистере закрыты. В четверг утром почти на всей береговой линии материковой Франции было объявлено предупреждение о суровой погоде. В северном регионе Пада-Кале власти открыли спортивные залы и приюты для мигрантов, надеющихся добраться до Британии на небольших лодках. Министр транспорта Франции Клеман Бонн призвал людей избегать вождения и проявлять осторожность при поездках по районам, где есть предупреждение о погоде. «Мы видим, насколько дороги могут быть фатальными в таких обстоятельствах», — сказал Бонн в интервью радио Францинфо. В Италии после того, как рекордный дождь вызвал наводнение в Тоскане в четверг вечером, в результате чего жители оказались в ловушке в своих домах, затопили больницы и перевернули автомобили. Губернатор Тоскана Иухения Джани заявил, что ураган вызвал такое количество осадков, которого в регионе не наблюдалось за последние сто лет. «Была беспрецедентная волна водяных бомб», — сказал Джани итальянскому информационному каналу. По данным итальянских властей, всего за три часа за ночь выпало около 200 мм дождя из прибрежного города Ливорона во внутреннюю долину Муджела, что привело к разливу берегов рек. Шторм Чаран, который последовал за штормом Бабет, две недели назад, был вызван мощным реактивным течением, пришедшим из Атлантики, вызвавшим проливной дождь и рекордные ветры, которые уже вызвали сильные наводнения в Северной Ирландии и некоторых частях Великобритании. Железнодорожные и паромные перевозки, включая Юрастар, который соединяет Нидерланды, Бельгию, Францию, Германию и Великобританию, были отменены и задержаны. А голландская национальная авиакомпания KLM отменила все рейсы, вылетающие и прибывающие в Нидерланды. Восьмой национальный чемпионат Нидерландов по велоспорту против встречного ветра, проходивший на 8,5-километровым барьером от штормового нагона Астершель-Декеринга, когда юго-западные порывы ветра превышали 7 баллов, был организован в спешке, но затем отменен из-за слишком сильного ветра. Голландский синоптик Русмарин Кнол заявил, что время урагана оказало большое влияние, особенно на количество упавших деревьев. Из-за теплой осени с большим количеством дождей на деревьях все еще есть листья, а земля влажная, как губка, сказала она. Последствия урагана ощущались даже на юге Испании и Португалии, где в нескольких регионах была объявлена красная тревога, упавшие деревья вызвали отключение электроэнергии, а движение поездов было нарушено. Испанские власти предупредили о волнах высотой до 9 метров вдоль северного побережья Атлантического океана, а оператор испанского аэропорта сообщил, что 42 рейса были отменены.